Всем привет! С вами Ян Агеенко. Сегодня я расскажу, как в Figma сделать слайдер-шторку. Это такая вещь, когда мы тянем за какой-то ползунок, и у нас одно изображение меняется на другое. Это можно использовать, если вы, например, хотите показать прототип и готовый визуальный дизайн, или какой-то элемент, каким он был до и каким он стал после. То есть эффект достаточно интересный, полезный, и сегодня мы разберемся, как его можно сделать в Figma. Итак, у нас есть две уже подготовленные картинки, которые чем-то отличаются. Что мы делаем? Мы создаем фрейм, и в этот фрейм просто перемещаем обе наши картинки. Важно, чтобы они идеально совпадали друг с другом. Проверить можно просто нажатием вот этой вот кнопочки просмотра слоя. Если все хорошо, то мы берем какой-нибудь элемент, который у нас будет ползунком. Например, я сделаю самый обычный кружочек. И далее за этим мы делаем еще один прямоугольник, который у нас будет маской. Важно, чтобы этот элемент полностью совпадал с картинкой. То есть можно даже приблизить, чтобы удостовериться, что здесь все хорошо. И вот со всех сторон проверить, что он у нас совпадает. После этого данный прямоугольник мы перемещаем между двумя нашими картинками. Выделяем этот прямоугольник вместе с верхней картинкой. И нажимаем на кнопку создания маски. Все, с первым фреймом мы закончили. Теперь будем создавать второй. Просто дублируем его, нажимая Ctrl D или Command D на Mac. И вот здесь вот выделяем во втором уже фрейме наш ползунок с кружочком. И соответственно с зажатым Ctrl D либо Command D на Mac мы выделяем тот слой, который у нас является маской. И просто перемещаем это все вправо до такого уровня, чтобы все нужные нам пиксели верхней картинки скрылись. И чтобы остались только верхние пиксели. Все, дальше осталось просто сделать прототип. Мы переходим в вкладку Prototype. И вот этот вот ползуночек, который у нас в данном случае является кружочком. Мы его выделяем и перетаскиваем сюда стрелочку. В появившемся окошке выбираем On Drag. Здесь нас все остальное устраивает. Smart Animate 300 миллисекунд. Это все хорошо. Выделяем на втором слайде, на втором фрейме. И делаем то же самое. Тоже ставим On Drag. И закрываем настройки. Остаются все точно такие же. Дальше мы выделяем наш вот этот первый фрейм. Жмем кнопку запуска прототипа. И мы видим, что на самом деле ничего сложного нет. Все работает именно так, как нам надо. По зажатию мышкой и перемещению куда-то курсора у нас меняется одна версия картинки на другую. Также вы можете, если, например, хотите сделать, чтобы это все происходило автоматически, вам даже не нужны тогда получаются вот эти вот связи с ползунком, вы просто можете поставить переход с Auto Delay, то есть с отсрочкой. Переход от одного фрейма к другому. Ну, здесь, например, 800 миллисекунд поставим задержку. И вот здесь вот тоже надо будет поменять на Smart Animate. Ну, и допустим, не 300, а давайте 1000 сделаем, чтобы оно не так быстро менялось. И, соответственно, второй переход обратно от второго фрейма к первому делаем по аналогии. Тоже ставим Auto Delay и оставляем те же самые параметры, которые у нас были до этого. И если мы сейчас перейдем к прототипу, то мы видим, что оно автоматически у нас с заданной периодичностью меняется. Вот, собственно говоря, и все, что нужно знать про создание слайдера шторки. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.